На современном этапе в российском образовании наметилась тенденция к использованию кейс-технологий не только в бизнес-образовании, но и на различных уровнях образовательных ступеней. Одним из недостатков, существующих в нашей стране предметно-урочной системы обучения, является неумение применять полученные знания на практике. Традиционную систему обучения необходимо менять. Сегодня об этом говорят все. Современному обществу нужны специалисты, способные работать в коллективе, осуществляющие поиск решений проблем и умеющие эти решения внедрять в жизнь. Для решения таких задач в Казанском федеральном университете внедряют новые подходы к обучению. В системе образования мало что менялось. Это была трансляция знаний лекторам, которые говорили у доски, у трибуны. А сейчас в условиях быстро изменяющегося мира, цифровизации всех сфер деятельности, есть запрос на интерактивные формы и методы в образовании. А вот одна из таких форм – это метод кейсов. Любое усвоение знаний строится на усвоении учебных действий, овладев которыми учащийся смог бы усваивать знания самостоятельно, пользуясь различными источниками информации. Научить учиться, а именно усваивать и должным образом перерабатывать информацию – главный тезис обновленного подхода к обучению. В связи с чем, одной из эффективных образовательных методик на современном этапе можно считать кейс технологии. Метод кейсов заставляет участников работать в группе, обучаться в группе, создает среду мотивационную к обучению. Это, наверное, самый главный метод кейсов, поэтому в Казанском федеральном университете, в Институте идеологии, мы его применяем в таких предметах, как обучение разработки нефтегазовых месторождений, эксплуатация нефтегазовых месторождений, геофизики, петрофизики. Мы применяем этот метод сейчас довольно широко. В настоящее время поиск возможностей повышения эффективности профессиональной подготовки кадров осуществляется в инновационных направлениях. Теоретические основы подготовки специалиста должны находить свое практическое воплощение в его профессиональной деятельности как можно раньше. Например, будущие геологи Казанского университета, прежде чем покорить профессиональное поле, практикуют свои знания на кейс-олимпиадах. Отличительной чертой таких олимпиад является то, что ее участники не демонстрируют теоретические знания, а решают практические задания. Кстати, буквально на днях команда будущих геологов вернулась в чемпионат Апетра Кап, где заняли в Узовском зачете четвертое место. Но для первого раза это было все равно хорошее место. И что самое важное, это был хороший опыт для нас. Мы поняли, на что нам нужно обращать внимание в будущем. И какие моменты следует учитывать уже в следующей команде, которая поедет на следующую игру Петра Кап. На чемпионат представляет себя как бы модель разработки, то есть там в целом представлена модель, по которой люди, как мы, в целом студенты, тренируются, представляют разработку в целом. То есть наша задача была, у нас дано месторождение, и нам нужно было его разбурить и эксплуатировать за пять лет. В Казанском Приволжском федеральном университете будет отборочный этап нового чемпионата КИСИН 2018. Он пройдет 20 марта в рамках института. Петра Кап 2018 стал без преувеличения одним из самых ярких событий этой зимы для нефтегазового сообщества. Участники мероприятия занимались бурением скважин. Как могла пройти данная процедура в рамках студенческого чемпионата, нам удалось узнать у самих его участников. Нам давали исходные данные по карте месторождения самого, данные были показатели по каждой скважине, то есть проведенные на этих скважинах ГИС, геофизические различные данные, в таблицах были представлены данные. И нам нужно было скорректировать показания, чтобы увеличить дебет. Первый раз такая технология, вот как раз этой сложности была в том, что нас не готовили к такому формату. То есть эту программу создали и ее проводили среди только профессионалов у организаций. И сразу ее переквалифицировали для студентов, и поэтому мы такие, немного неожиданно было. Мы блеснули в области гидродинамического моделирования. То есть построили сначала геологическую модель, потом гидродинамическую. На основе этого уже смогли предсказывать дальнейшую судьбу этого месторождения. Какие будут показатели, что нужно изменить, чтобы получить оптимальный результат. Опыт, полученный в процессе применения метода ГИС студентами КФУ, еще раз наглядно показывает, что КИС-метод многократно повышает результативность образовательного процесса, так как позволяет моделировать будущую деятельность участников КИСа и сформировать положительную мотивацию к освоению материала и получению новой информации в дальнейшем. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.